Творожные сыры, ягодные заморозки, макароны, молочные смеси и шоколадные батончики в регионе выпускают уже больше двух тысяч продуктов, способных заменить на полках торговых сетей иностранные. Год назад Алтайпродмаркет был создан, чтобы рассказать ритейлерам о продовольствии, которое может занять на полках их магазинов место запрещенных товаров из Европы и Америки. Мы проводим политику расширения всех возможных каналов торговли. То есть так называемая многоформатная торговля. В этой связи мы призываем все регионы к развитию малой и нестационарной торговли, которая создает дополнительные каналы продвижения, ориентированных в большей степени на региональных и отечественных поставщиков. На бирже организована работа сразу и с производителями, и с продавцами. Для того, чтобы первые поняли специфику работы с ритейлерами, для них организован гипермаркет «Тур». Например, в крупных торговых центрах Барнаула им объяснят новые подходы в логистике, хранении, приемке продукции и проверке ее качества. Ритейлерам, наоборот, покажут производственные процессы, продемонстрируют качество сырья. У Алтая есть имя, которое известно и знаменито на всей территории Российской Федерации. Поверьте, бывшего Советского Союза, что имя Алтая его знают, и сразу все ассоциируют с качеством и с пользой. Поэтому это именно и толкает нашу продукцию вперед. В этом году УПОР решили сделать на усиление работы с небольшими торговыми сетями в российских регионах. Это позволит охватить потребителей, которые предпочитают покупать продукты не в крупных торговых сетях, а в небольших магазинах у дома. Сегодня архиактуальной является темой инновационных продуктов питания. Мы сегодня производим не вообще продукты питания на всех потребителей, а мы производим продукты питания с заданными свойствами, ориентированными на определенную группу потребителей. В этом году список участников расширен. Кроме торговых сетей, на выставку приехали представители оптовых компаний, ресторанного и гостиничного бизнеса. Они проведут переговоры и закупочные сессии, а также обменяются опытом на конференциях и круглых столах. Биржа будет работать два дня. Илья Кочетков, Маруся Загорская, Николай Шилко. Наши новости.